Падающий снег и смёрзшиеся глыбы льда. Эта опасность может подстерегать в любом районе города. В случае травмирования и даже гибели людей от падения с крыш глыб льда нередки в стране печальной истории знает и наш город. Вспомним 2013 год. Тогда в марте упавший с крыши дома по улице Есенина глыбы льда убила пожилую женщину. Она скончалась, не приходя в сознание. Месяцем позднее возле подъезда многоквартирного дома по улице Семашка сосулька с крыши упала на коляску с ребенком. Младенец тогда пострадал, но остался жив. Во многом благодаря тому, что гулявшая с ним бабушка успела вовремя среагировать. Наледь задел и только край коляски. Младенец выпал и получил незначительные телесные повреждения. Кто же несет ответственность за чистку крыш и кто отвечает, если пострадали люди? У нас были примеры, когда падение сосулек вызывало причинение вреда здоровью граждан и в том числе падение на автомашины. В данной ситуации применим норму закона защиты прав потребителей, поскольку все мы как потребители платим за содержание многоквартирных домов. И часть вашей квартплаты идет именно на то, чтобы в зимний период очищались от снега и наледи крыши. Статья 161 ЖК РФ говорит о том, что управление многоквартирным домом осуществляет управляющая организация. Та же статья устанавливает, что она должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с договором об управлении общим имуществом, управляющая компания обязана обеспечить надлежащее состояние крыши дома и вовремя убирать с нее снег. И если она этого не делает, то несет гражданско-правовую ответственность. Напомним, что данная категория дел подпадает под действие закона о защите прав потребителей, и вы при этом не оплачиваете государственную пошлину. При цене иска до 50 тысяч рублей вы обращаетесь за судебной защитой к мировым судьям. Свыше 50 тысяч рублей данная категория дел рассматривается районными судами. Если вы пострадали от упавшей сверху льдины, ущерб должна возмещать именно управляющая компания. Алгоритм действий пострадавшего должен быть следующим. Если вашему имуществу причинен вред или вашему здоровью, вы его оцениваете. Потери трудоспособности вашей, потери в зарплате, различные приобретенные медикаменты для лечения. В дальнейшем можно предъявить соответствующие требования той организации, которая несет ответственность за эксплуатацию нового квартирного дома. Если на вашу машину упал снег, повредил или льдом разбито лобовое стекло, повреждено лакрасочное покрытие, вы вправе предъявить требования после проведения независимой экспертизы. Но чтобы избежать всей этой волокиты и сохранить собственные нервы и здоровье, все же старайтесь быть осторожнее. По возможности не ходите рядом со стенами зданий и жилых домов, не паркуйте свой автомобиль вплотную к ним. Всегда смотрите, не свисают ли с крыши или водостока сосульки. Тогда вы сможете избежать травм и увечий. Продолжение следует...